Самаре ждет чемпионат! Волонтеры уже сейчас активно готовятся к чемпионату мира по футболу. Однако встречать гостей, помогать им рассаживаться и комфортно смотреть матчи будут только через год. Но многие из этих ребят потренируют свои навыки уже на Кубке Конфедерации. Конечно же я хочу посмотреть, как в Казани будет организована работа этой функции, чтобы в дальнейшем в Самаре применить полученный опыт казанский и сделать все возможное, чтобы у нас в Самаре чемпионат прошел на высшем уровне. На стадионе в Самаре волонтеры будут задействованы в 20 направлениях, среди которых сервисы для зрителей, работа с командами, медиа-центр, транспорт и медицина. Помогать в проведении турнира будут 1300 человек, а пока волонтеры восхищаются масштабами будущего стадиона. Нравится все без исключения. И вот эта вот задумка с куполом, и то, что он очень большой, красивый, невероятные контуры этого стадиона. А волонтеры, которые сюда пришли, остались довольными. На самом деле он уже очень сильно влечет еще раз сюда прийти, когда уже он будет готовым к проведению футбола. На старую площадку Самары-арены приехал самарский волонтерский актив в составе 60 человек. Те, кто внес наибольший вклад в реализацию промежуточных этапов по подготовке волонтерской программы. Для них это поездка поощрения за отличную работу. Сегодня мы здесь для того, чтобы посмотреть инфраструктуру нашего стадиона, познакомиться с ней, вдохновиться этим масштабным объектом, потому что это на самом деле сердце чемпионата, да, эти масштабные объекты. И для нас очень большая честь посетить и посмотреть стадион на этапе подготовки. Сейчас волонтерские центры продолжают этап отбора кандидатов. К октябрю уже будут сформированы полные списки по функциональным управлениям, после чего волонтеров начнут обучать. Впереди еще много работы, как и у строителей Самары-арены. Сейчас на арене установлен уже 71 консольный блок из 96. Также завершаются работы по укладке сетей стадиона. Вовсю ведется отделка внутренних помещений. Не теряют времени строители и работают на улице. Начали заливать фундамент, ограждение и строить входную группу. Именно здесь, через центральные ворота и будут заходить болельщики. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.